Деление обыкновенных дробей Произведение взаимно обратных чисел равно единице Чтобы разделить дробь на натуральное число, нужно умножить на это число, ее знаменатель, не меняя числитель Произведение двух дробей есть, дробь, числитель которой равен произведению, а знаменатель – произведению знаменателей Ребята, нам дана таблица Значения в переменах А, В, С, Д расположены ниже Нам надо найти частные двух дробей А, В, Т и дробь С, Д, Т Запишем Одна вторая разделить на одну четвертую Вспоминаем правило деления обыкновенных дробей Делимое умножаем на число, обратное делителю То есть у нас одна вторая умножаем на четыре первых Получается дробь четыре вторых Ответ два Далее У нас получается три четвертых разделить на четыре пятых Выполняем деление, вспоминая правило деления обыкновенных дробей То есть данное деление сводится к умножению У нас получается три четвертых Умножаем на пять четвертых И получаем пятнадцать шестнадцатых Следующее У нас получается пять одиннадцатых разделить на девять одиннадцатых Вспоминаем правило деления обыкновенных дробей Записываем пять одиннадцатых умножаем на одиннадцать девятых Ответ пять девятых Задача, ребята Из Уральска и Ахтубе одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Они встретились через 4,14 часа. Один из них проехал 382,1 километра, другой 300,9 километров. На сколько километров приблизились эти два поезда через час? Давайте изобразим расстояние между двумя городами как отрезок АВ. Нам известно, что движения навстречу друг другу. Сказано, встретились через Т, равное 4,14 часа. Первый поезд проехал С1 382,1 километра. Второй поезд проехал 300,9 километров. Сказано, на сколько километров приблизились два поезда через час? Вначале давайте найдем скорость первого поезда. Для этого 382,1,2 разделить на 4,1,4. Выполняем деление, вспоминаем правила деления смешанных чисел. Число 382,1,2 представляем в виде неправильной дроби 765,2. Дробь 4,1,4 будет равна неправильной дроби 17,4. Вспоминаем правила деления, делимое 765,2 умножаем на число обратное делителю, то есть умножаем на 4,17. Запишем по правилу умножения дробей. То есть числитель умножаем на числитель, знаменатель на знаменатель. Выполняем сокращение 765 и 17, сокращаем на 17. У нас 17 разделить на 17 равен 1. 765 разделить на 17 равно будет 45. 2,4 сокращаем на 2, будет здесь 1, а здесь будет 2. Ответ будет равен 90 километров в час. Это скорость первого поезда. Аналогично, ребята, находим скорость второго поезда. То есть у нас получается 70,4 километра в час. Это скорость второго поезда. Значит, первый поезд за один час проезжает 90 километров. Второй поезд проезжает за один час 70,4 километра. Найдем сумму этих чисел и ответ будет у нас 160,4 километра. Расстояние будет между поездами через один час. Следующая задача. Длина и ширина прямоугольника соответственно равны 2,6 метров и 4,1 метра. Найдите ширину другого прямоугольника, длина которого равна 4,2 метров. Площадь равна площади первого прямоугольника. Что нам дано? Значит, даны два прямоугольника. Известна длина и ширина первого, длина второго, а также известно, что площади у них равны. Давайте подумаем, как найти площадь прямоугольника, ребята, первого прямоугольника. Для этого мы должны длину умножить на ширину. Найдем произведение данных чисел, представим смешанные числа в виде неправильных дробей и используем правило умножения обыкновенных дробей. Тогда мы получаем в числителе 20 умноженное на 21, в знаменателе 7 умноженное на 5, выполняем сокращение, 20 и 5 сокращаем на 5, 21 и 7 сокращаем на 7. И ответ у нас будет 12 квадратных метров, это площадь первого прямоугольника. В условии задачи сказано, что площади у нас равны, следовательно, площадь второго прямоугольника тоже 12. Известно, длина, необходимо найти ширину второго прямоугольника. Для этого 12 надо разделить на 4,2. Найдем данное частное. Представив смешанное число в виде неправильной дроби как 14 третьих, выполняем по правилу деления. И у нас получается 12 умножаем на 3, это в числителе, в знаменателе 14. Сокращаем числа 12 и 14 сокращаем на 2, тогда у нас ответ будет равен 18 седьмых. То есть 2,4 метра записываем ответ как ширина второго прямоугольника. Следующее задание. Сравните и сделайте вывод. Сравните М и М, деленное на 2 пятых, при М, принимающее значение 4, 10 и 1 пятая. Как изменится число при его делении на дробь меньше единицы? Давайте выполним. Если у нас М равен 4, то 4 разделить на 2 пятых будет равен 10. Сравниваем предыдущее число 4 и результат частного 10, то есть 4 меньше 10. Второе значение при М равен 10. Если М равен 10, то 10 разделив на 2 пятых у нас будет ответ 25. То есть 10 меньше 25. И третье значение, когда М принимает 1 пятую, подставляем вместо М и находим частное. 1 пятая разделить на 2 пятых, результат равен 1 второй. То есть число 1 пятая меньше 1 второй. Ребята, следующая задача. В одном пакете 3,4 килограмма урюка, сколько пакетов понадобится для упаковки 6 килограмм урюка? Давайте запишем краткую запись. В одном пакете 3,4 килограмма, в 6 килограммах урюка размещается неизвестно сколько пакетов. Для этого 6 надо разделить на 3,4. Выполняем по правилу деления обыкновенных дробей. То есть 6 умножаем на число обратное делителю. Число обратное делителю в данном случае будет 4,3. Тогда натуральное число 6 умножаем на 4 и делим на 3. 8 пакетов понадобится. Запишем ответ. На этом урок, ребята, завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok